ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Хорошо? Давай. Вот такое серебро краски. Смотри, как оно хорошо ложится. Так, хватит? Отличненько. Теперь больше ультрамариновые, да? Более синюшные горы. И ты вот здесь это потренировала. Вот здесь. Для того, чтобы потом уложить в том месте, где мы их имеем. То есть вот здесь потренировала. Укладываешь по склонам. Причем произвол мастихина, ты видишь, сам укладывает нечто интересное. То есть, чтобы у тебя были красивые зубчатые какие-то образования в этих горах, да? Чтобы это были не просто, смотри, не вот такое что-то, не скучное такое, а какой-то движ возник. Причем этот движ возник и по склонам. По склонам возник. Вот он, вот он, вот он. То есть произвол мастихина, посмотри, сам по себе уже что-то выдает интересное. Где-то бреющее, бреющее прикосновение. Где-то просто укладывающее, укладывающее, укладывающее. Хорошо? Давай, тренируй. То же самое, да? Та же схемочка, да. Взяла мастихинчик небольшой. Взяла ультрамаринчик. Тек. И пониже. Тек. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Вот так прямо поджала красочку к краю. Поджала, да? И сдаешь ее с края. Сдаешь. Именно подхватила, поджала туда ее. Давай. Ее возле края сдавать. И туда тоже. Поджала. И сдаешь. Ну тоже, ты взяла слишком открытый цвет. То есть чуть-чуть разбелила его. То есть сделала просто чуть темнее, чем мило. Разбелила. И вот он у тебя. Вот он. Хорошо? Давай. Тоже вещество красочки. Задача для первого раза. Тоже легкота. Чуть посложнее, но здесь много хороших приемов. В принципе, несложные даже для первого раза. Ну, вот как бы самая легкая и умная. Умная. Это умная задача. Это вот эта. Готов, да? Угу. Масляный красок. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только берем жидкость для разжижения. Взял жидкость. Взял берильца. Сделал сметанный замес. В живописи масла мы делаем сначала то, что сзади, потом то, что заслоняем. Сзади молоко. Ну, такое молоко дня. Такое осеннее молоко. Можно чуть-чуть его снабдить голубинкой. Чуть-чуть снабдить. Ты видишь, я совсем чуть-чуть. Розовинкой. Розовинкой. Совсем чуть-чуть. И будет хотя бы просто не белый. И вот этим недобелым полностью наполнить веществом краски весь холд. Добавляешь, добавляешь, добавляешь всего этого добра. Добавляешь и избавляешься от белого. Полностью, полностью, полностью. Причем то, что здесь, видишь, я чуть переборщил. Это не страшно, потому что у нас там зеленый. Но нам нужна вот это молоко. Нам нужно. То есть ты продолжаешь наполнять, просто разбеливая вот такой примерно густотой краски. Вот такой густотой. Вот она. Вот этой густотой, короткий настойчивый штрих. Наполистый штрих. Кисточка лежит вдоль холста. Изначальное положение кисти, как цветочек держишь. И из этого положения зашел. И все-все-все идентично выштриховываешь коротким штрихом. Давай. Тряпочка в левой руке. Тряпочка тогда рук вытянут? Да, да. Пусть она пока лежит в левой руке, пусть привыкает. Простые движения, слишком простые. Смотри. Смотри. Так прикольно? Ну, мы как бы учились эти трюки написать. Смотри. Вместо вот таких. Вместо вот таких. Ну, чуть-чуть все-таки. Там же предгорье такое, да? То есть оно немножко растянуто. То есть если бы были острые горы, то это вот то, что ты делала, было бы ближе к тому. Вот такие были бы, да? Ну, в данном случае это предгорье, предгорье. Видишь, как хорошо, что мы тренируемся в нижнем пространстве. Тем более, что там у нас все равно будет все другое. Мы потом просто это сбрили, положили все другое, и будет хорошо. Поняла, да? Да. Значит, более интересную линию. Не вот эту, а более интересную, что-то. Ты же рисовала там у себя. Спокойно очень. В том месте, где у нас небочка, да? Где у нас небо. Чуть-чуть придавил красочку. Сделал вот такую мерцательную обстановку. Мерцающую. То есть как и прилично небу. Небо, оно же не крашеное, оно мерцательное. Вот оно такое осталось. Теперь, у нас сиреневатая даль заслоняет передние рыжие деревья. Сиреневатый мы берем голубой, мы берем розовый. Чуть-чуть замешал прямо в эту кашу. И чуть-чуть вот таким штрешочком наметил эти деревца. Буквально вот так балованно. Причем мастихин это делает более непринужденно, чем кисть. Что как раз и хорошо. То есть ощупаешь это. Я не успел заметить, а что замесил? Розовый и голубой. Розовый и голубой. Можешь опробовать это сначала где-то вот здесь. То есть то же самое, создать обстановку вот такого. Не, извини, просто я почему-то говоришь розовый, а это красный. Нет, это розовый. А, это розовый такой? Он в разделе розовый, видишь? Красный он несколько другой. Он более амый цвет. Ну пусть красный. Пусть красный. Хорошо, будем называть его красный. Значит смотри. Ты сейчас вот это же вещество кинул сюда. Провел этот эксперимент вот здесь. А потом уже сюда на чистовую зашел. Хорошо? Здесь тоже то, что самое. Да. Давай. Тряпочка в левой руке. Ну, у Халеси Егоры. Халеси очень красивый силуэт. Ну, сильно разнообразный. Хочется чуть-чуть. Тимнотиков. Нет, я так понимаю, что мы сейчас это просто тренируемся все равно. Да, ну мы сразу, да. И теневые, и бреющая укладка. Ага. То есть и такая густенькая шпатлевочная укладочка, да? Угу. Теперь немножечко с разнообразием зашла. Ладно? Давай. Так. Давай посмотрим. Ну, нормалечечек. Что это такое? Ну, давай на чистовую укладывай. А, может быть, даже сначала облачка кинем? Да. Там облачка довольно скучненькие. Можно чуть-чуть эту скучность преодолеть. Ну, скажем. Вот такое облачко сотворить. Вот такое. И еще кто-то его заслоняет, допустим. И прямо раздавливаем, ну, в среду неба. Часто облачка собираются в стайке. Мы знаем, да? Смотри, раздавленность. То есть я кладу вещество, кладу, а потом раздавливаю. Это прикольно? Да. И смотри, они прямо, прямо часть этого, этой среды. То же самое могут быть и здесь появиться. Значит, ты сейчас, ты сейчас просто увеличишь это облачко и покажешь, что ты тоже умеешь. Можешь потренироваться сначала вот здесь. И раздавливаешь. Хорошо? Низушечки можно. Боковушечки и низушечки. Можно пальчиком. Они более размазаны в пространстве. Тоже можно чуть-чуть подыграть вот этим инструментиком. Хорошо? Давай. Тренировочку здесь. Очень темно. Значит, еще раз, смотри. Ты взял вещество, сделал снова небо. Теперь это у тебя, вот это у тебя верх формата. Сделал снова небо. Раздавил красочку. Вытер. Раздавил. До мерцательного состояния. Давил. Поискал цвет. Ага, похоже. Зашел сюда. Хорошо? Раздавливая, если надо. Если надо, вытирая. Поднял вот эти вот следочки. Дальние. Потихонечку. Хорошо? То есть это? Не-не-не. То есть это надо замазать? Ну, потом у нас все равно там зелень ляжет. Ну, конечно, тут далеко. Значит, тряпкой вытереть. И вернуть белый. Тюрок. Смотри. Наша задача, чтобы сверху облако было более выраженным, более выраженным, а снизу более растворенным. Вот мы его придавили. Вот мы его растворяем. То есть сверху оно выражено. То есть источник света сверху выразил силуэты. Да? Мы его еще и раздавили. А снизу чуть-чуть помяли, сделали более размазанным в атмосферке. Хорошо? Давай. Ага. Ты сразу ее положила, да? Там на самом деле не снег. Если ты думаешь, что это снег, это не снег. Это облака? Нет. Нет. Это проседи, розовые проседи самих скал. То есть это все что угодно, но не снег. Значит. Прежде чем ты зайдешь туда, ты почувствуешь, как это происходит вот здесь. Тебе нужны просто некие силуэты деревьев. Некие силуэты. Чтобы там просто гладкое было, да? Да, да, да. Вот такое мутное, никакое, да? Вот это уже не никакое, это уже проработанное. А здесь мутное и никакое. То чуть-чуть оно розовее, то чуть-чуть оно голубее. И ты вот это вот чуть-чуть. Ты видишь, я как палитру стал использовать этот цвет. Для меня пока еще сложно. То есть где-то заканчиваешь жанр, где-то? Все равно, все равно, где оно закончится. Представь себе, что это другое вообще участок. Просто тебе нужно освоить. Это совсем другое место. Или скажем, мы зашли туда, а там продолжение следует. И вот это продолжение следует, ты чуть-чуть просто освоишь. А потом зайдешь туда уже. Так, сенсей, значит, с облаками вообще. Что же я там не видел, что надо сделать? Прикольные штучки, очень прикольные. Очень. Так, облучайники. Значит, взяла белильца. Можно чуть-чуть розовелиться. Ну, чтобы это было чуть-чуть интереснее, чем просто белый. Вот я тут хотела вас спросить, чтобы облаками, когда подсвечиваются, там прям розовое. Можно даже, да. Можно даже желтилочку чуть-чуть. Да. Ну, пока ограничимся, может быть, розовилкой. Это как сирень вырисовали, да? Например. Да? И раздавлено. Раздавлено. Прямо раздавлено. Смотри, постоянно пользуюсь вот этим. Тряпкой. Тряпочкой. Ага. А я не понимаю. Ну, все понятно. Вот оно. Вот оно. Вот такое что-то там летит. Вот такое. Можно усилить. Действительно. Усилить макушечку. Чуть-чуть усилить. И тоже подраздавить. Вот такое. О, вообще класс. Прямо сиятельное, да? Прямо их сиятельство. Да. То есть так, как мы сиренем, то никто не будет этим движением. Ну-ка, си-ну-ка, си. У меня краска. Кстати, я обращу твое внимание, что от того, что вещества маловато, не хочет ложиться без вот этих вот, без вот этих, то есть чуть больше можно вещества положить. Если хочешь, можешь сейчас упаковать в небо еще вещество. А можно, в принципе, и так. Ну, как бы не хватает вещества, суховато. Если бы чуть было больше вещества, оно бы вот этих вот суховатости бы по краям не оставляло. Ну, я что-то попробую. Хотя это тоже красиво по-своему. Подожди, подожди. Значит, у нас есть центр композиции всегда. Центр. И все активное, акцентное устремлено в центр. То есть не разбрасываем облака по углам. Где-то вот здесь, где-то вот здесь. Все. Тренируйся здесь, потом заходи туда. Хорошо? Хорошо. Ты сильно раздавливаешь. Тут надо умудриться не раздавить только, а больше уложить красочку. Уложить, уложить. А ты ее давишь, и получается вот это. Значит, уложила, уложила. И раздавила оттуда. Оттуда раздавила больше. Хорошо? То есть оттуда раздавила. Вы видите, да, тем, что мы сделали себе рабочую площадку для тренировок, нам не надо будет переделывать вверх, когда мы сделаем какую-нибудь грубую ошибку. Ну, например, хорошо, хорошо. Единственное, что нехорошо, это то, что небо перестало быть белым в этом месте, поэтому чуть-чуть берем, возвращаешь туда. Плотности вещества, плотности, да, я больше вещества укладываю. Возвращаешь, возвращаешь. Потом мастихиновый, если ты помнишь, мы красочку раздавили, раздавили, распределили, сделали ей мерцательное состояние. Мерцательное и лишнее вещество можно прогнать или придавить. Мерцательно, но не покрашенное, да? Мозаично мерцательное состояние. Хорошо? Давай. То же самое, ощупать. То есть сейчас небо продолжит сделать? Ну да, да. То есть упаковать небо и подставить дальние деревья. Еще один момент, смотри. Значит, лишнюю краску, которая возникает, можно чуть-чуть присобрать. Чуть-чуть. Кисточка абсолютно лежит по отношению к холсту. И вот такое распределяющее, вымакивающее. Хорошо? Угу. Давай. Вот это мерцательное серебристое состояние, это просто хорошо. Да. Смотри, не держим кисточку, как штырь. Смотри, как ты держишь ее сейчас. Вот так. Угу. Я не тереблю, а так распределяю, распределяю, распределяю. Хорошо? Угу. Давай. Смотри еще раз. Когда уже много краски, она становится непослушной. Взяла, сбрила ее, да? Взяла меру. И не мешок положила, а некий гребешок. И начинаешь его придавливать. Хорошо? Господи. Ну, надо же с ними разобраться, с этими облаками. Да, но мы обязательно. Нет, я пойду куриру, если не могу. Курить? Да, на боку. Все в сад, все в сад. Ну, например, например. Все. Вытерла и с той стороны придавила. Так. 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 Если надо, чуть-чуть пальчиком помогла. Ну, это шелкатки. Ну, меры, конечно, надо научиться соблюдать. Ну, это же уже бессмысленно. Смотри, что ты делаешь. Ты бреющим состоянием согнала синьку темную на эту сторону. Потом эту же синьку понесла туда. У тебя же задача положить белый, а не синий. То есть ты не бреешь, а укладываешь. Не давишь, а укладываешь. Поняла? Не бреешь, не бреешь. А просто укладываешь. Вот. Тебе нужно сдать красочку на холст. Хорошо? Не слишком розового? Да, слишком. Значит, горы, сначала сделай. А, ты сначала облака. Давай, давай, облачка. Потренируй и положи. Так, нормалечечек. Теперь, той же кистью возьмем голубой, желтый, получился зеленый, да? Плюс краснота, получился сложный зеленый, да? То в пользу желтого, то в пользу синего, то в пользу красного, то плюс коричневизна. И, конечно, всем этим наполнишь, как бы, чуть темнее, чем то, что там есть. Чтобы иметь возможность потом чуть-чуть высветлять из этой мглы, высветлять освещенные места. То есть мы до того часа пополняем? Да, да. Наполняем вот этим мглистым зеленым. То в пользу желтого, то в пользу синего, то в пользу красного, то плюс коричневизна. Наполняем. Где-то здесь у нас закончится этот мысик, где-то здесь начнется мысик второй. Единственное, что когда подойдешь к краям, будь скупее. Чтобы не съесть все небо. Чтобы мы потом на небо могли еще навалить более нарядной, да? Более золотистой листвой. Хорошо? А здесь все забомбишь тоже. В районе неба чуть-чуть скупее. Давай. Лежащие кисти тоже. Ну, человеческие становятся. А придавливаешь, как ты их потом покажи. Бреешь. Вот. 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 Ну, это же уже оно, да? Причем ты можешь и мастихином сначала здесь поелозить, а потом уже и пальцем. То есть помоделировать чуть-чуть идею облака. Хорошо? Наконец-то. Еще один момент. Да. Ну, я думаю, уже более-менее столь-то понятно, да? Понятно. И еще один момент. Не делай слишком длинную полосу. Хорошо? То есть, закрут элик. Еще один. Сбежала. Раздавила. Растоптала. Подмоделировала, если что. То есть длинные полосы не создавай. Я тебе сразу анонсирую, чтобы ты немножко сориентировался на то, что будет дальше. Вот у нас будет то, что наверху, будет вот такое. Вот такое. Как бы множество, да? В этом узнается какое-то множество. Все, что в воде, будет вот таким глянцевым, что сразу делает его водяным. Правда? Зеркало воды. Вот оно. Вот оно. На этом зеркале, кто бы ни появился, внятно горизонтальный, сразу понятно, что плоскость воды, зеркало отражений. Да? Я уже вам образец дорисал. Хорошо. Вот ты правильно взяла. Не, чтобы немного нет. Да, да. Меру взяла правильную. Положите просто так. Ну, покажи. Давай еще раз. Давай еще раз. Вот меру некоторую взяла. Видите, что здесь, наверное, чуть-чуть многовато отраски было. Вот оно. Вот оно. Ага. А ты сильно далеко не ходи, и тогда у тебя не будет страхов. Далеко не ходи. И не вот эти. Не вот эти. Пока вот это штриховательно. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Поменьше вот этого сейчас. Вот это. Вот это. Вот оно множество. Правда? Есть ощущение, что это прямо ряд мелких листьев. Да, 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 да. Давай еще раз. Смотри. Я не держу ее как-то вот так. Вот цветочечек. Смотри, как она у меня легко в руке. Совсем легко. То есть я ее не напрягаю. Она у меня игрушечка такая. Зайти вот так. Смотри. Ты хочешь вот так зайти. Лежачее. Ну, смотри. Ну, совсем лежачее. Вот она вот той бахромой. Смотри, видишь бахрому? Ага. Вот она бахромой опять чуть-чуть укладывает. Хотя, по идее, казалось бы, зачем длина ворса? Вот для этого, для того, чтобы она бахрому создала. Ну, что-то мне не так получилось. Не, ну, ничего, ничего. Это терпимо. Тут, наверное... Вот только не на угол. Чтобы вот этот кусок на центр никак. Ну, вот здесь где-нибудь. Вот здесь вот прилегли прямо к горам. Вот прямо из-за горы выскочило. Края оставляем без напряжения. Вся ориентация на центр композиции. Ну, кроме каких-то экстравагантов. Нет, нет, хорошо. Хорошо. Теперь нашу горную гряду. Грядочку. Давай. Нормально? Отлично. Идеальное облако. Да? Выставочное. Вот. Может, мне тоже пойти по коре? Вот так и начнешь. Только обязательно какой-нибудь сделай крупным. Либо вот это, либо вот здесь что-то крупное. Нет, я вот здесь вот хотела что-то большое. То, что там дома... Несколько темненькое, наверное. Смотри, не такое там темненькое. Чуть-чуть белились, да? А то будет темнятина невкусная. Страшно. Можно даже, поскольку у нас присохло, чуть-чуть влаги подбросить. Хорошо? Вот она. Давай. Умонька, ну справляется, смотри, что делается. Отличненько. Отлично. Рада почувствовать. Да-да-да-да-да-да-да. Один раз расправишься с ними, и будут такими друзьями тебе облака. Все, отлично. Человек разумный работает, отлично, отлично. Давай, наполняй. Не как гомосапия среди нас, но... То есть вот так наполняй? Можно даже прежде, чем ты пустишь... Там же более смугло, да? Поскольку там... Чуть-чуть, чуть-чуть вот этой смугловатости. Смотри. Чуть-чуть вот этой смугловатости. Да. Прям пальцем. И висячий характер. Смотри, висячий. Нарочито висячий характер. Ничего, ничего. Висячий. Висячий. Вот он, вот висячий. По вертикали. Тоже вдвоем. То же самое здесь. По вертикали. То есть мы с тобой что делаем? Зеркало отражения, да? Давай. Умонька, горы отличные. Культурненькие. Ну, посмотришь, ну растемжешь на глаза. Вот так, в принципе, уже почти пейзаж. Немножко зеленого, немножко деревья, уже и пейзаж. Так, теперь. Берешь много желтого. Чуть-чуть берил. Чуть-чуть розовил. Значит, желтый, прежде чем укладывать в чистом виде, мы его сначала укладываем чуть-чуть с розовинкой. Иначе, подмешиваясь голубой, будет зелено. Слишком зелено. А так с розовиночкой сначала. Сейчас уложить вот эту густятину. Густятину. Причем ты видишь характер укладки. Немножко вот по этой траектории. По этой. То есть, как бы такой, такой, бреющей укладкой. То есть, не бреющей, в смысле сбревающей, а бреющей, как полет самолета. Приземление самолета, да? Когда самолет приземляется, он вот так приземляется. Вот по этой траектории. И так много-много-много вот этого движения. То есть, чуть-чуть заритмованного вот в таком направлении. Хорошо? Так, желтого на тебе тюбище. Целый. Сейчас. У нас тут живет. Так, девочки, вот вам целый. Целый тюбик. Ешьте на здоровье. Тоже молодцом. Все, и с горами разобрались. Можно тоже, смотри, розовиночки чуть-чуть. Смотри, какая умная розовиночка. А как вы все-таки лучше их, вот эти острые вот мазками как-то, или вот пытаться... Да вот как попало. Как попало. Накидала, 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 распределила, распределила все. Все воды на тебе, и горы, и скальные выпады. То есть, такой произволик. Все время хочется загладить так, чтобы было ровненько. Да, да, да. Перечипудить. Да. Вот, моделирующая. Моделирующая. Вот это перестаем. Давай. То же самое немножко с этой стороны тоже. Легкие по краям пусть будут сиреневатости. Ну и в центре тоже у нас. Все висит. Висит, висит на здоровье. Висит, висит. Стеклянно, отраженно. Можно поставить на ребро. Да? Давай. Грязь. Грязь. Красивый цвет. Сложный цвет. Если мы будем и дальше топтать, вот и дальше топтать, вот это уже грязь. Если она будет еще властвовать, то, конечно, она будет грязью. А мера, мера, вот такая мера, скажем, это уже не грязь. То есть есть понятие грязи, но есть понятие грязцы. У художников даже фраза есть такая веселенькая. Чем больше грязи, тем больше звенья. Ну, то есть гармоничнее картина. Так что не бойся тут грязи. Ну, просто не перебарщивай, да, чтобы оно действительно до грязи не дошло. Я поставил на ребро только для того, чтобы ты мог вот здесь работать. А вообще оно живет пазлит. Это рабочий набор, это очень рабочий. Потом в этом уже будет все вписываться. Но нам нужно здесь вещество краски, поскольку картина написана. Густо, вот эта картина. Именно это, именно густо, поэтому набираем, натаптываем, натаптываем. Хорошо? Давай. Все. Зеленеет стало, да? Значит, розового не хватает. Хотя красивенько. Ну, хотя бы чередуй и с розовиночками. Вот. И вот эту. С чем-нибудь еще. Деревца. Вот они. Макательно, чиркательно. Макательно, чиркательно. Накидало. Утемнело. Синька плюс коричневый. Чуть-чуть накидало вот этих темнот снизу. Вот они. Вот они. Макательно, чиркательно. Немножко чвякательно. Да? Вот они. Там мерцают. Надо где-то, может быть, чуть-чуть желтее, чуть-чуть с красниночкой добавило. Вот таких вот ляпочек. Плеси. Вот таких вот. То есть густота краски сама слепила интересное. Правда? Давай. То же самое. Положила вот эту вот желтенькую площадочку. Наверное, где-то здесь. Вот. Перегородила ее. Вернее, потом сверху подсунула этих деревцев. Светло-желтым, да? Ага. Почему светло-желтым? А, да-да-да. Светло-желтым, да? Милый. Ну-ка, давай. Вот туда? Угу. Да-да-да-да, отлично. Вытерло. Можно даже вот это вот, вот это вещество взять и доупаковать. Вытерло. Опять добавила. Там туда. Ммм. Ммм. У нас рука не только, не только вот так ходит снизу. Наша рука способна зайти и сверху. Правда? Да. То есть не обязательно только вот так работать. Вот это вот скованное движение. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Хорошо? Так, чтобы локоть все-таки вращался. На картиночку ловим властом будешь, да? Да. Хорошо. Там уже деревце началось. Да. Там у нас такой коричневый. Если не будет. Так. Полетчик добить до конца. То есть рычаг повернул. Добил до конца. Поставил на ребро. И дотянул вот это вещество. Причем пусть оно будет полосатое. Не надо, чтобы оно было сильно равномерно. Хорошо? Пусть оно будет вот таким полосатым. Хорошо? До самого низа. Стеклянность эту. То же самое чуть-чуть и здесь. Единственное, где полосатости такой стеклянной не будет, это вот здесь. Просто потому, что мы не доложили вещества. Но может быть этого и достаточно будет. То есть здесь каточточки тоже так. Да. Единственное, что вот здесь вот мы не делаем. Мастихинность. Вот здесь. Вот. Где уже не происходит, ну и ладно. А здесь придавим. 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 До стеклянного состояния. Хорошо? Чиркательная. То есть я плашмя. Чирк, чирк, чирк. В разных немножко направлениях. Хотя с общим ритмом. Как бы вот такой ритм. Вот они. Вот они. И вот полное ощущение множества. Правда? Особенно на вот той подкладке. Правда? Да. Так что давай добивай кусок и ставь вот эти следочки. Немножко многовато вот этого ритма. То есть растоптать чуть-чуть. Растоптать. Расчвякать красочку. Хорошо? Слишком уж она была заритмована. Деревце вот это светленькое. Возьмешь что-нибудь белесое. Возьмешь там голубоватенькое. Розоватенькое. Достаточно грязный цвет. Макательно. Чуть-чуть чиркательно. Уложишь это деревце. Старайся вот так с белилами не расправляться. То есть не делать того, что цветной залазить в середину. Тогда у тебя будет и экономичнее, и чище на поветре. Вот такой густятинку красочки. Не слишком мы ее с этой стороны? Ну вон он довольно много занимает места там. Оно и это облако съест у нас. И прямо начиркаешь, начвякаешь. Хорошо? Давай. Стукиш. Нормально. Значит по одному лучше не рисовать какие вещи. Есть некий общий цвет. Есть некий общий цвет у тех дальних. Он основан на зеленом чуть-чуть. Поскольку у них там зеленая ботва какая-то есть. Поэтому ты сначала прошлась. Сделала общу настроение кустистости. Кустистости. Зашвыряла, зашвыряла. А потом уже внутри этого можно взять нарядный цветик, например, какой-нибудь. И уже сверху на то, что там лежит, уложить. А лежит зелень. То есть у этих цветущих тоже какие-то зеленоватости присутствуют. Поэтому вместе они сгармонизированы. А вот если мы будем отдельно рисовать красненький, потом оранжевенький, или там зелененький, а потом еще какой-нибудь. То будет не оно. А вот так сразу оно. Правда? Как родное ледло. Давай в таком ключе. Значит тоже не рисуем по одному. Рисуем сначала рядок. А потом внутреннего. Смотри, неправильно. Немножко там вот такое настроение. Вот такое. Запятулечное. Чуть-чуть запятой. И не доводи до однородности. До скучной однородности не доводи. Он все время что-то подбрасывает веселенькое. Где-то может быть даже фиолетовиночку. Где-то у тебя синий коричневый для темного. Вот здесь. Вот он. Вот такое. Вот такое. До однородности не добивай. Хорошо? Подожди, 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 подожди. Перешла на элементарщину. Вот это нехорошо. Вот это нехорошо. Вот это нехорошо. Это так прилично работать художником вернисажа. Каким-нибудь отставным пенсионерам и прочее. Которые заметили, что это похоже на множество. А нам прилично делать что-то культурненькое. Укладывательное, моделировательное. Хорошо? И не просто топчем. Уложила вкусненько. Все, дальше пошло. Совсем не обязательно теперь вот это превратить. Логично? Давай. Домик себе обозначил. Вырезанием, сбриванием местности. Краски. Ну, можешь сначала накидать вот этих зеленотиков. А потом сбрить то место, где домик. А запятулечку, запятулечку. Смотри, там есть ритм. Однородный какой-то ритм. Вот такой. Правда, смотри. Раз, движение. Раз, раз, раз. И посмотри, это же вкусненько. В основном. Там да. Ну, давай. Синий-коричневый там в темноте. Так, нравится. Спасибо. 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 Ну, идеально работает. Супер. Ну, и вот здесь тоже. Не комковато. А, понял. Я сейчас фотографирую. Вот это хочется от тебя скорее увидеть. А, ага. Хорошо. Спасибо. Угу. 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 Молодец. Моторику движение отлично освоил. Ну, вот, вот некая мера вещества. И тоже немножечко моделировательно. То есть чуть в разных направлениях. Чтобы не было вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, да? Вот этого, чтобы не было. И не бреем, не толкаем, а как бы сбрасываем красочку. Сбрасываем. Просто чирк, который сбросил краску на холст. Угу. Угу. Совершенно флошная. Можно сначала сделать несколько движений в воздухе, чтобы ощупать, как оно. Угу. А что мы накидаем вот эти? Какие? Вот это движение. Вот это. Вот это. То есть берем густятинку. Причем там довольно темное, да? Темное. Значит, плюс коричневизна. Это вроде добавляло. Плюс коричневизна. Чвякательно. Чиркательно. Вниз. Помню, прошлые слова решила. Да, да, да. Ты видишь, да? Изощряемся. Каждое новое деревце, наше новое изощрение. Покажем и свои, все-таки, расследования и свои возможности. Особенно профессионалам. Чтобы они немножко... Иш-ты, иш-ты. И так, и сяк. Не-не-не, это ни при чем тут. Можно мне деревья тоже еще показать? Да. В пользу коричневого там. Да, они такие коричневастенькие. Есть те, которые на свету. Ну вот я слишком синий все-таки, да? Значит, для теневой возьмем просто более смуглый цвет, немножко синевой, поскольку в теневой отражается небо. Поэтому чуть-чуть более смугло посадим несколько теневых. Теневых. Причем тоже хаос. Ну да. Стайка теневых, стайка световых. Теперь берем идею крыш и укладываем идею крыш. Поскольку они такие лежачие, у нас нет возможности поставить вот такого характера мазок. Хотя, может быть, где-то и подсунуть. Коротенький такой, для крыш. Для крыш. Вот такой. Коротенький. Можно чередовать такой и сякой. Сякой это вот так. А такой это вот так. Потом, потом. Окошечко, дверцы. Окошечко. Не рисуем, а царапаем. В окошечке обычно отражается небо. Вот они, махонькие, симпатичненькие. Окошечки. Правда? Да. И смотри, как стайка эта вкусна, да? Там где-то угадывается. То-же самое. Давай. Из брия деревца, вот это, которое мешает. Которое вот это, да? Да, да. Вот это особо. Ага. Все. Теперь ставишь старичку. Световых и теневых. Потом крышами накрываешь. И вот это очень несъедобно. Значит, здесь у нас сначала темно. И мало краски, да? Как бы раздавлено. То-же так, мглисто, да? Угу. Можно там плюс красно-коричневости какие-то. Но темновато и мглисто. А здесь все-таки не вот это. Не пойму какое. А там достаточно. Достаточно. Тебя еще нет. Сейчас я тебя тоже добавлю. Там кое-где. встречается сейчас только надо помыру и целый. Более нарядная зелень. Эту нарядную зелень ты возьмешь из бирюзы и желтоты. И вот они наши нарядности. Хорошо? Вот они. Мы сейчас наконечную посреди. Давай. Кто в пользу. Бирюзового, кто в пользу. Желтого, кто плюс бирюзов. Что у меня тут там? Шахматную доску нарисовала. Нет. Очень-очень хорошая шахматная доска. Старалась? Стайка. Стайка. Это вот так. Они заслонили друг друга. Но не шахматная доска. Стайка. Можно сходить чуть дальше. Чтобы этот бугор все-таки произошел. теневые. Больше все-таки сиреневиз... Не красные, а где-то с голубиночкой все-таки. Вот такие где-то теневушечки. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Хорошо? Ты видишь, куча мала. Не вот то, что у тебя была шахматная доска, а куча мала. А теперь на эту кучу малу. Укладывая крыши, ты начнешь получать идею порядка. Уже какого-то. Хорошо? Умонька, Умонька расправилась. Расправилась. Только башеночку сделала детскую такую. Ну как старалась. И в угол ее загнала. Как старалась? Слишком в угол загнала. Значит, здесь у нас пусть будет снова небо. Хорошо? Ладно. Вот тебе дерево помешало поставить приличное для нее место. Место башни, да? А нехорошо, чтобы вот прямо где-то в углу что-то было. Пусть оно будет чуть-чуть здесь. Тогда она уже хочет участвовать в композиции центральной. А я в второй раз от дерева. Да, а ты же от дерева оттолкнулась. Да. Причем, как все нормальные люди, ровно в пространстве между ними. Да, помнишь, как вот здесь облако, значит, ты здесь. Вот. Поэтому теневая. И потом эти крыши. Одна крыша, вторая какая-то. Крыша мне очень нравится. Она из двух частей, можно это показать. Можно и кисть взять для таких мест. Вот здесь пальчик облакотила. Поставила крышу, поставила еще какие-то там надстроечки. И тоже царапнула окошечки, бойнички эти. Давай. Опять же, еще один момент. Смотри. Если что, взяла у неба немножко, подвинула, уточнила. Да? Угу. И вот эта площадочка, она соответствует вот этому уровню линии горизонта, не должна быть как у тебя была чуть ли не наверху. вот оно, вот оно. Уже какое-то разнообразие. Правда? Угу. Дело в том, что как только мы эту мутную среду снабдим стволиками, вот они как рисуются. Нет, это мы себе наметили. А я думаю, это как рисуются. Только мы этим вот снабдим, у нас и вовсе все преобразится. Ну, нам еще нужно сделать змейку ухода. Ты сама? Да? То есть, не просто вот такой бугор, а ступенчатая, такая змеевидная, уходящая. Это очень всегда звучит. Вот такая. И к ней утюжком заходит вот этот бугорчик. Вот к этой змейке. Эту змейку стоит освоить. 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 Поэтому вернешь и освоишь. Хорошо? Что значит вернешь? Ну, я вернул сейчас. А ты сейчас это освоишь. И потом к этой линии уже уложишь береженник. Ну, кстати, даже вот этот мерцательный характер и то уже красиво, правда? Что даже то, что она не вполне четко видна, но можно еще чуть-чуть над ней поколдовать. Можно чуть темно, то есть вот прямо чуть темно подложить потом и тоже вот так, вот так, вот так раздавить. и оно все культурненько легло. Слишком увлеклась мелочевочкой. Все-таки чуть. Чуть разнообразнее, чуть крупнее. И правильно. Единственное, чуть ровнее. У меня есть не получается. Чуть ровнее это сделаю сделать. Вот низ никак не могу. А дерево воткнем. Или крышу еще одну. Ну, это вообще все, что хочешь. А вот теперь если дерево то как воткнуть? Так. А там, собственно, деревьев раздваившился, да? Давай, давай. Давай немножко деревьев. Вот прямо туда-куда-то. И вот сюда воткнуть, чтобы вот это воткнуть. И сюда. Давай. Вот таких вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, как бы зелень между домами, да? А вот эти кипарисы... И кипарисиков можно там подставить. Прямо вот высоту чуть-чуть. В высоту чуть-чуть. Угу. Так, а вот здесь теперь я рисую вот эти большие пусты, да? Причем сначала ты нашвырял наоборот. Наоборот. Сначала зеленую ботву. А потом, допустим, вот у нас розовенькое какое-нибудь деревце. Можно даже вот по этой траектории показать заслоненность одного деревца другим. А здесь, допустим, желтоватенький кустичек. Ты видишь, даже характер у кустки уже такой. Давай. А для дома этого места надо вот оставить, да? Да потом срубишь, конечно. Смотри, потом берешь это. А, ну, у тебя здесь деревца, да? Да, у меня потом подрубит розовенькое это. Это по этого и дерево. Он сбрило под него. Опять же, это потом подрубило, и все. А, И смотри, вот есть некоторые зереза из этих крыс, правда? Да. не литм шахматный, а вот такой зигзаг. А это здесь раздавить? Да, раздавить. что суеты, там сердце скоро холодеет, и блекрут яркие мечты. Но вечер света здесь на горе. а там на горе прямо сильный свет? Ну, вот у Иры как бы есть свет? Допустим, вот видно, белый, да? Не на этой горе, а там, где домики. вот, вот желтоватые деревья могут добавить свет, ну, тут понимаешь, тут все-таки не угадаешь. Я так тому, что может зелененьким чуть-чуть, да. Значит, у нас с тобой еще предгорье вот такое зеленоватенькое, причем холодного цвета зелень, да? есть там такое. То есть, ты туда слишком зеленым зашла, смотри. Ну, я так попробую. Холодноватый разбил, холодноватый. Вот он там уместен. Так, надо двигаться дальше, потому что мы не можем гоняться за каждым элементом. значит, дерево сажаешь раз, тенистое сажаешь два, ствол сажаешь три, дом всаживаешь четыре, прямо всаживаешь туда. Те же, примерно, цветовые, плотно освещенную часть дома, менее плотно, больше раздавлено, теневые недолюбливают густую краску. Хорошо? Теневую. Густенько, чвякотельно, так, чтобы прямо было ощущение множества черепичных. Теневая, поскольку у нас синие в подкладке, мы легко вернули теневую, да? Давай, домик, шмомик, рисуем. Хороший домик был. сейчас еще один нарисуешь. Хороший. Не надо было темно. Так, дай посмотрим. Что-то они такие несъедобные. Несъедобные. А нельзя это более нежненько. Более нежненько. Вот они прямо переливались. Вот такие, вот такие, чтобы они были. Слишком много вот этих вот прикосновений, вот этих вот. Вот этих вот. Глины. Просто так их глины. У нас же царек объявляется. По одной траектории, по другой. Разбомбить эти длиннюки. Длиннюки разбомбить. Сиреневый. Да, это надо в пользу. Розовый. Голубой. И будет нужный цвет. Причем запятуликами. Вот такими. Запятыми. Хорошо? Такими же запятыми. Только немножко другой цвет. Голубизна. Коричневизна. Такой сероватый цвет. И тоже чуть-чуть с запятыми. Чуть с запятыми. Вот. Вот. Кашистая. Сюда я все делаю дерево, да? Да. Нашвыряешь дерево. Давай. Так, так, так. Подожди, на картинку смотришь? Нет, конечно. А что на нее смотреть? Я ж помню, какой-то. Вот такая крыша. Провансальская, а не наш курятничек. Потом еще один моментик. Мы с тобой о чем-то говорим здесь. Что теневая недолюбливает густую краску. Недолюбливает. Пусть она будет чуть светлее, но не будет вот этой густятилы. Раздавленная чуть-чуть. Теневая не любит густую краску. Надо себе на носике это зарубить. Записать где-то. и потом царапками достанешь окно и дверь. И крыша более лежит. Ну, нормально там что-то такое. Причем можно тоже немножко повесить это изображение. Чуть-чуть повесить. Вот далее. Это далее. Тоже стоят эти деревья там где-то. Прямо смотри, зачищаю палец. беру от неба чуть-чуть и вот оно туда мглисто ушло. Ну, а сюда выйдет деревце одно, потом другое. Вот здесь рыженькое выйдет, да? Давай. То есть, ты видел, как я по-рабочему отнесся, да? То есть, я себе пятно поставил, теперь наполню его содержанием. Не стал робенько, да? Я, понимаешь, то есть, я, конечно, его не сделал слишком крупный. Я его сделал... Я его сделал, как бы, скуповато, то есть, не довел, не довел чуть-чуть, чтобы потом мочь. Но, но я его раз и достал. То есть, не устраивал из этого историю для меня. края подровнять. Это очень сложно так класть. А это когда ты станешь... Нет, я не так, я вот так. Ну, все-таки удобно. Но так все-таки не очень. Я вот это хотела просто. Логично? Да. Хорошо. Очень-хорошо. Очень-очень хорошие звуки. Отличные. Только надо скруглить. Ага. Вот сюда белое. Сейчас, сейчас. И немножко вот эту идею с запятой. Чуть-чуть идею с запятой. Так? Чуть-чуть. Оно у тебя и так было? Ну? Это будет твяк-запятая. Твяк-чюрк и запятая. Смотри. Не только шпатлевочное движение. Ты помнишь, у нас теневые можно и так набрать. Вот так набрать. А уже световые уложишь шпатлевочное движение. Иначе как потом вот эту серединку, которая там мглисто ты бы уложишь, да? А так, смотри. Все. То есть не только шпатлевочный лобок, но иначе. С удовольствием за рулем. Куда пойдем? Газадатейский? А может, бразильский? Скажите, что-то американское. Ну, супер. Там мы еще не были. Мы же просто слетаем туда. Газадатейский. Вам открыт весь мир. Нью-Йорк от 22770, Рио от 35000. Нон-стоп-ью. Для вас без остановок. Клюк Ганса. Монотонный шум города. Смешайте с легкостью ургенда и краской заката. Добавьте каплю свежести. Ритм по вкусу. Много вот этих вот а-ля на стекле узор. Палочный какой-то. Грубоватый. Смотрим еще раз. Вот у нас деревце. Посмотри, я ему даже ритм задаю. Вот этот ритм. Вот этот ритм. Знаешь, как листики. Только что их ветерком боднуло, и оно все чуть-чуть смотрит в этом направлении. Да и вообще, в принципе, ритм листьев всегда есть у дерева. То есть, какое-то дерево имеет часто березы такой еще весячий. Ну, такие молоденькие, они больше вот такое. Хотя в этом тоже есть весячий ритм. Некоторые полосатость. Но не вот это. Не вот это. Не вот это. Давай. Игорь, а мне зоны там ? Все, это молотно. Да, это стролики холюсенькие, очень симпатичные. Раз, избрили. На этом месте дом построили. Ну и что? Точечное застройство. Домик поважнее будет. Вот могу сказать, что меня всегда вот очень сдерживает. Мне так жалко краски. Рисош, что подразбривает. Я очень экономная. надо с этим бороться. Да, я жена сердечника, привез на пакет не пачкет. Вот оно, вот оно. Помнишь, да? Да. Густенько, твякотельно, лежачий характер крыши и раздавленный характер тени. То есть положишь туда то, что нужно и немножко раздавишь. Теневая недолюбливает густую красочку. То есть красочка там будет, но не так густо. То есть у нее будет мозаичный характер, шпатлевочный характер, чуть-чуть. Поскольку здесь вся картина сделана густо. Вот. Но мера краски не будет равна мере световых. Хорошо? Давай. Тихо-хо-хо-хо. Нет, уж так было. Нет. Так. Ну, и хорошо. Давай, посади теперь деревьями. Что, думаешь, что мы делаем? Нет, нет. Терпименько. А потом начинаем здесь тоже чуть-чуть деревца. А потом начинаем насаждать нужные цветики. Вот это чревато тем, что будет на ногах, на юбках. Я имею в виду, что вот это. Лучше где-то здесь сбрасывать. Я хотела вообще... А теперь обсаживаем, обсаживаем, делаем красивые красивые силуэты, цветущие силуэты. Давай. Не слишком розовый дом? Белёсости, по-моему, не хватает. Да, надо что-то такое сержевое. Наверное, ещё раз сбри и ещё раз положи всё-таки более подходящий цвет. Брить лучше другой стороной. Вот этой. Так ты немножко ещё и придавливаешь. А так просто взяла и сбрила. Ага. Сейчас. Сейчас. Так. Вижу, вижу, вижу. Культурку вижу. Отлично. Что касается стволов. Берём что-нибудь. Вот такое-нибудь. Вот такую кисточку. Это не колонок. Это не мягкая кисть. Не синтетическая мягкая. Это а-ля щетина. Хотя это синтетика. А-ля щетина. То есть мы не берём тоненькую кисть для этого, а берём достаточно грубоватую. То есть щетинистую. Берём густятину краски. И у нас они несколько светлые. Они не белые, Вот нельзя сказать, что это откровенно белые на картинке. То есть они светлые, но это не откровенно белые. Берём густятину. Вот. Можно вытереть кисточку. Можно взять густятинку, положил кисточку на холст и буквально протянул стволик. То есть ты видишь, он буквально инкрустирован краской. И лежачей кистью. Всю дорогу была лежачая кистью. Чуть-чуть может быть где-то усилим белизну. Всё-таки это берёзочки. Чуть-чуть может быть. А может быть и чернявости подсунем. Поскольку это берёзочки. Чуть-чуть где-то. Чуть-чуть. 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 Да? Где-то вот. То есть такой немножко мерцательный характер. И потом то, что у нас сформировалось. ну причём там есть тоненькие стволики. То есть их просто воткнул и вытянул. Воткнул и вытянул. Воткнул и вытянул. Взял там что-то светленькое поставил и вытянул. 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 Да? Висячая кисть просто поставил и вытянул. Вот. Потом это же перерубил собственными листьями берёзы. Вот они. Чуть-чуть их перерубили. Вместе всё это мерцает так естественно. Да? Давай. Значит у тебя ещё есть куча стволов. Попробовать. И тоненькие и толстенькие. То есть видишь густоту краски мы использовали. Но мы вначале просто себе сделали вот эту ну помешку. Ну как это? Что ты берёшь? Ну невкусная укладка. Ну вот это вот это невкусно. Мы с тобой уже показали класс. Комковато. Чего вдруг вот это комковато. Чуть чуть запятулично. То есть нам бы туда посадить некий чвяк. Вот такой. Вот прям показать этажики этажики этих черепичек. Ну чтобы она не была такая причепуренная. Теневая под крышей. Правда? Прямо так синей оставить? Можешь немножко наполнить, но уже сразу теневая есть. Давай. А вот это неровно с крышей она должна быть? Смотри, у нас ещё есть кисточки в этой жизни. Всё-таки несмотря ни на что, кисточки у нас есть. Взяла, поставила, протянула, поставила, протянула. и синенький пригодился. Правда? Да. Тенисто как смотрится. Как правдоподобно смотрится. Протянула. Давай только включаем. Тоже сначала царапку, дверь, царапку, окно. А вот так держи? Нет, не так. Вот так. Вот так? Да. Подожди. И заходим не острием, а вот так. вот так. Раз. И твоё дерево. Ещё поставишь, господи. смотри. Вот так. Вот так. Держишь? Ага. Как ногтем. Всё, поняла. И царап. Царап. Столько трудов. Коротенькое там, коротенькое. Оно вдалеке немножко стоит. Вот там. Слишком оно будет. Оно слишком на передний план выйдет. Значит, когда сейчас добьёшь это дерево, то же самое теневое, плюс низ. Мне тоже, наверное, крышу почмякать. Ну, давай, сначала двигайся дальше, а потом уже почмякаешь, чтобы у нас нарастала. Так, тут коричневое с выжимательное. Да? Такое делаем. Отличный ходит, отличный. Молодцы. Ну, смотри, не сделай гигантский. Я? Нет. Больше не надо. Так. Можно красную дверь присобачить туда? Смотри, берёшь прямо краснятинку. вставила, вправила, и вот тебе и толщина простенка, и сама дверь, и ещё верхняя часть простеночка. Там потемнеть, должно быть водокорщина. А что касается, подожди, он у нас, ты хочешь всё закрасить обязательно, а простенок не хочешь оставить вот таким голубоватым? А я его тоненьким оставлю, раз уже пятно поставил, вот так вот сделаю. Ну, ладно. Смотри, имплес у нас поуже это дело, да? Да. Ну, то есть оно в эту линию выстроилось. То есть ты нажал, нажал, а я положил, просто положил. Тяну, и здесь, если надо, чуть-чуть нажимаю, кладу, причем, я вытер, у меня она осталась темна, но я вытер, поставил, и если надо, поднажал внизу, поставил, и если надо, поднажал, тогда у меня вот этих вот быть не может. Если, если всё-таки не сдаётся, вышел снизу, потянул, 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 перестал вообще нажимать, вытянул в тоненькую, в тоненькую, такую, в тоненькую. Хорошо? Угу. Так же повесил, попробовал, попробовал прям повесил, снизу потянул. Угу. 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 Ты всё-таки остриём шёл. Вот смотри, ну повесь ты её, вот так вот повесь. Вот просто, просто поставил, коснулся чуть-чуть, не вошёл, а просто вот, коснулся, и потянул. И посмотри, какая у тебя линия может быть, культурненькая, можно даже никакой краски, он просто поменял направление краски в этом месте, всё, уже появился стволик. Вот это, кстати, стоит здесь сделать, чтобы не вот эта активность была, а вот эта мягкость, вот такое что-то, вот такое. Правда? Угу. Забомби и сделай культурку. А забомби как я вам... Да, как мы делали мастихинщикам, как ты это делал, просто забомби. Тё, халя сё. Очень симпатично. Давай теперь докидаем вот эти места, вот эти. Вот эти. Тоже выдавишь себе жёлтый угол у нас. Вот. Угу. Значит, дошвыряешь. Если надо, чуть-чуть плюс разбил. Хорошо? То есть, чуть-чуть сразбила. Тебе, конечно, следует сначала задник, потом сверху. Я бы такой, что сначала бы убрал всё-таки. Угу. Угу. выкладывать маки. Маки. Вот такие. Вдалеке это просто зигзаг красноватых. Зигзаг красноватых. Да? вблизи чуть-чуть с некоторым с некоторой прорисовочкой. То есть, запятулики вот такие, вот такие, вот такие, вот так, вот так. и тоже стайками, стайками, то густо, то пусто. Тоже чуть-чуть общим зигзагом. Хорошо? Вот. Но этим на переднем плане сначала подложишь зеленоватое что-нибудь. А потом уже сверху прикроешь. Ага. А руки трясут, потому что ты пытаешься на весу это делать. Пас. Ставила и потянула. И руки не трясутся, им просто нет возможности. Так. Хорошо. Порядок такой, культурочка. Давай тоже желтоты. Желтота, белизна. Значит, сначала под дерево подложишь, а потом сверху установишь дерево и теневую от него. Хорошо? Давай. Ну и вообще вот этот желтый, ничек, желтую воду прямо под самый домик. А мы его оставим, но чуть-чуть придавим собственными листьями. Листики собственные чуть-чуть стволик перекрываю. Да? Как известно. то есть есть леска, которая туда, а есть которая сюда. Вот мы чуть-чуть запутали. смотри, есть вот еще такая. Ты как бы чуть-чуть заслонил, а я прямо вот так зашел. Вот это заслонение очень сильно меняет дело. не заслонил себе и зашел прямо отдавая кисточку. Поставил и чуть-чуть просто даже сменив направление краски получил намек на ствол. Ну пустяк но меняет ситуацию. И допустим там какая-то ветонька чуть-чуть чуть-чуть намечечек тоже чуть-чуть вот такие какие-то вот эту активность желтого отставить причем обратите внимание сейчас чуть-чуть другой ход чирк вниз было на эту сторону размазан да-да-да то есть мы сначала упаковали значит доупакуешь доупакуешь еще сделаем ну там чтобы чуть светлее а потом чуть-чуть чирк вниз и у тебя травеносно ложится да давай нанести вот вот ой а чего здесь так конковато здесь же все лежит лежачий характер указать нет нет указать лежачий характер не-не-не у нас у нас все-таки идея укладки здесь вот такая ну как не пробовал еще такой чирк да я уже снял не получилось покажи как у тебя не получилось сейчас ну покажи сначала ну давай покажи ну нормально единственное что ты делаешь смотри ты как бы делаешь вот этот зачерпывание зачерпывание а я не черпаю я чиркаю чирк чирк смотри у меня вверх макушка вообще не оставила вот этой линии а просто зашел чирк 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 и все надо чуть мельче еще раз не зачерпываешь а просто вот так чирк чирк вот так смотри как бы проводишь вот так по такой вот по вот такой не вот так вот такое что-то вот и нормально дальше дальше ходит и там все это намного тише да не так уже напряженно как здесь вот давайте сразу анонсирую и дальше что будет происходить пусть только ты и здесь чуть-чуть уложишь вот этот мысечек мысечек ты к нему подберешься вот этими мглистыми вещами вот такое что-то вот такое оно теряется можно сиреневый еще еще насадить мглисто но и не не вполне светло вот создашь такую историку там вот выставишь мысечек там вообще потеряешь мысик то есть вообще потеряешь его здесь пусть мысик чуть-чуть виднеется чтобы не было этой симметрии а там вообще непонятно как он закончился вот что-то такое ушло-ушло вот и после этого у нас то что валяется на воде какие-то кувшинки листики причем он даже не отчитывается кувшинки это и листики на переднем плане явно кувшиночки то есть густая краска смотри туда сюда получается такой закрутелек с густотой краски на переднем плане еще раз туда сюда они друг друга заслоняют даже друг на друге часто валяются вот они туда сюда такой элипсик если что пальцем чуть-чуть вспомог а вдалеке просто просто положить положить некое некое сгусток этих листиков вот такой какой-то сгусточек зигзагообразный правда? вот такой вот такой вот такой правда? да давай можешь с них начать попробовать так смотри если бы дерево находилось на переднем плане вот так близко слышь какое оно было бы маленькое а оно же большое такое ощущение что мы его в руке держим нет оно поодальше вот здесь правда? вот это расстояние больше чем вот это такие вещи наблюдаем так смотри маки вот так не растут вот так не растут маки это чашечки 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 вот такие чашечки вот такие вот такие запятулики ну-ка покажи какая запятулика на верхний край мастихина да-да все правильно так смотри вот все время хочется снизу все сделать а можно и сверху зайти сверху и тогда запятая более сподручно вот так вот так вот так 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 ну вот уже оно и пошло вот розы еще в доме перст розы еще так вот тут надо мне сбрить капош не устроило не надо сбривать просто сверху положи более внятных внятных цветочков и будет какие-то менее внятны и вместе они ну то есть что это целая кучечка хорошо например у нас еще есть некоторая значительная темность листвы снизу вот смотри как она уместна здесь как она звучно ложится правда насади ну и свалит тогда чуть потемнее значит если что-то ужасно произошло сбрил и вернул то что там валялось хорошо да давай не такие они активные не такие чуть потише слишком много желтого сбривать нет можно не сбривать можно прям по ним пройтись по ним чтобы они утишились в тоне в степени темности хорошо чтобы они не кричали ну так правильно а что собственно каким-то каверзным образом да сейчас сейчас вдалеке они собираются в кучки посмотри здесь они рассеиваются пример таков вот мы на цветы смотрим сверху да они в рассыпную да посмотри вдалеке они выстрелились в одну линию да цветы понял то же самое облака то же самое только наоборот вот здесь они в рассыпную там они собрались в линейку то второе чтобы это не был кругляшок а а тогда ствол получается как это маленький а ты его сделай чуть выше просто его задняя зелень заслонила вот сбрей в конце концов и будет дерево такое смотри да смотри желательно чтобы вот эти цветоники мака легли ритмом ритмом вот чтобы был внятный ритм как ритм есть у нас у дерева также здесь некий ритмик 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 то есть все немножко в одну сторону не то чтобы наклонились но запятую не пляшущий характер не сильно пляшущий смотри вот он что мы видим сразу что это совсем другое чем вот то даже по укладке даже если бы мы сделали черно-белую фотографию что это другая история другая ритм ритм давай давай буду берегаться давай не слишком плотно ну даже если слишком хорошо хорошо укладываешь даже если слишком плотно просто добавишь туда немножко зеленотиков вот прямо загонишь их туда чуть-чуть прямо сверху прямо в перемешку и оно будет вкусно прямо загонишь разобьешь где-то слишком мак маком сначала темнятину темнятину чуть-чуть темнятину а потом сверху мне кажется вот этот розовый получился желтый добавляй к розовому будет ну желтенького смотри и у тебя он не такой уже будет агрессивный он как будто блек вот такое что-то вот это маковое настоящее маковое да у нас еще есть кадмий красный светлый но мы им стараемся пользоваться после того как мы исчерпали ресурс розового то есть как поджигающий цвет смотри это уже как поджигающий но сначала розовый а это краплак розовый позже когда исчерпаем ресурс потому что в разбеле розовый например холодноватый это тоже по словам прикольно сочетание холодноватых тоже посмотри сюда холодноватых вот этих разбелов плюс вот этих алых мотивов да это красивое сочетание что оно будет неоднородно поэтому сначала исчерпываем ресурс розового потом добавляем давай посмотрим как запятые делать давай значит чуть-чуть заходишь как бы сверху и вот они запятулики запятулики вот такие ритмические смотри еще раз вот так вот запятую 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 и стайками немножко наползающими да стайка это когда одно заслоняет чуть-чуть другое где там стык прямо вот может быть многовато для теневой части многовато еще и коричневато может быть слишком пусть там будет потише поспокойнее потому что уж очень там агрессивно все согласен вот так оно как-то получше вот опять же какую-то темненькость стволиков может поскольку там достаточно темно то пусть там не будет светлых а будут темноватые вот они вот они да и тоже чуть-чуть листвой прикрыть вот ну и смотри чтобы у нас все-таки совпадало то есть немножко ниже не это взлетел ты видишь чуть-чуть под взлетел просто подкрасить ниже сделать либо этот сделать вот туда и тогда они здесь стыкуются да можно и так поступить а даже лучше так да как раз эта змейка выходит вот значит когда будешь вот это раздавать кроме густой красочки и вот этих вот укладочек чуть-чуть где-то чуть-чуть чуть-чуть смотри иногда сильно бреешь иногда еле-еле то травиночка то какая-то былиночка вот они оставили очень горизонтальные следочки это все сразу показывает что это плоскость горизонтально смотри по косой пошло а вот это тоже ниже пошло и держи как-то так ну вот как-то держал собственно только можешь сначала так совсем вяло коснуться вяло-вяло пощупал пощупал если надо потом чирк как вот вот эти цветы они такие как бы кругленькие более кругло все тоже только более кругло вот такую вот такую больше густо даже может быть взять и вот такие прям так и висит? да там вот так вот висят вот они они сразу на переднем плане оказались тоже если хочешь вот такие закорлюки крупные аж вот такие аж вот такие аж вот такие вот они сразу сюда выскакивают вот такие именно на переднем плане два десятка вот таких заслоненные друг другом не забывай ни спина к спине или плечо к плечу или плечо к плечу ну давай мне страшно справься немножко с парочкой этих да у нас под них еще будет еще одно маленькое происшествие можно взять даже красный и синий как теневой цвет некий и вот так вот кисточку клювиком пальцев держим клювиком пальцев положил чуть-чуть подчеркнул подчеркнул причем не старался от края и до края а так чирк 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 чуть-чуть 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 и чуть-чуть клювиком пальцы лежачей кисть к холсту клювиком наоборот ага почему смотри чуть-чуть с запятой чтобы кругло было ну не взять но так чтобы удобно было так чтобы удобно чтобы удобно чтобы удобно Ну, хорошая копошня цветов, хорошая, отлично. Сиреневая, голубинка-розовинка и разбелила. Где-нибудь затерла тряпочкой, создала чистый пласт даром. Не делаю по такой проектовой, все очень ровно. И даже желательно показать, что очень ровно. Никакой там траектории нет. Ровная плоскость дали. Никакой траектории. Хорошо? То есть, чего бы это вдоль дерева пошло? Охренеть. Вот именно. Более нарядный. Вот этот, бирюзовенький. И смотрите, кое-где между ними вот такой чирк. Вот такой. Вниз, вниз. Чирк, чирк. И соединить, и дать эффект торчащисти. Хорошо? Когда делаем этот мазок, делаем его по вот такой траектории. Не зачерпываем, а так. Чирк. Непонятно, где зашли, непонятно, где вышли. Непонятно, где зашли. То есть, вот он. И кое-где нашвырять вот этот торчачий вверх характер. Плюс вот такую нарядненькую зеленую. И у тебя тоже. Ровно такая же историйка. Но не переборщить. Все-таки желтый там поуместнее. Тряпочку. Например, отлично. Так, чтобы загладить вот эти контрастные пепели. Нет, чтобы появить еще одно. Вот ты все-таки делаешь вот это. Ты делаешь брикетик. Брикетик. Брикетик вот такой. Брикетик. А это прижатый? Чирк, чирк, чирк. Вы как облака делаете, да? Ну, нет, не совсем так. Так, вот, вот. Смотри, только у тебя сильно зелено. Да. Значит, ушла на чистое. Или добавила белого. Вот умеешь попачкать. Давай. Это, да. Белого выдави тебе. Вашель, создай, создай. Вот пространство, надо наполнить его. Ровно в середине. И здесь тоже. Прямо под этот. Нет у нас такого. Нету и быть не может. Вот оно. Насквозь. Надо привыкнуть сначала то, что сзади. Потом то, что впереди. Это же элементарно, правда? А то наполнило. Еще подошла бы вот так, коснулась чуть-чуть. Было дело. Было дело. Когда это дерево посадить-то, ну, вообще, ничего ж не стоит. Два движения и стоит ствол. Да? А мы там ютимся. Да. Смотри. Значит, смотри. Часто вдалеке, или вдали, как правильно сказать. Собирается какая-нибудь река на воде, да? И она лоснится в основном светлым. И это тоже можно чуть-чуть сюда подложить. Ага, слишком, слишком темно. Вот такое что-то, да? Что-то зарябило. И прямо резьбой мастихина устроить эту рябушку, которая тоже показала лежачесть воды. Правда? Что эта плоскость воды туда уходит. Уходит эта плоскость воды. Правда? Угу. Это ж только вода могла бы такой следочек идеально ровный оставить. Теперь, вот эти у нас места еще нуждаются. Вот, прям пальчиком в мутату загнал. Листики у нас, те, которые валяются, они валяются не только на фоне темного, но и на фоне светлого. На фоне темного они темны, светлые. На фоне светлого они оказываются темны. Вот всякое там. Хорошо, что-то криво. Сгусточки вот эти, собранные. Вот они, вот они. Причем, ты видишь, густая краска материализует их прямо. Правда? Вообще-то нам нужно масштаб. Угу, угу. И зигзаг. Всюду этот зигзаг. Ну, я попробовал, потому что здесь, да, вот я когда сделал, здесь ровная полоса, прям вообще там выпячивается, что как-то неестественно. Вот они. То есть немножко кляксообразно. Я не просто посмотрю, нет, не получалось. Ну, что-то посмотрю. Так, просто так. Ну, мелких это просто вот, просто какой-то такой вот лоскуток краски. На переднем плане, да, чуть-чуть, чуть-чуть вот с такой загогуленькой. То есть сначала чуть-чуть туда, потом сюда и сдал эту густоту красочки. Можно кисточкой, если что, допоправить. Невкусно. Учитель называется. Ну, что-то такое там валяется и пусть валяется. Вместе с какими-то травинками, былинками, все это, чуть-чуть хламничек такой, да? Правда? Там никакой красоты штрафа наполняешь. Вот. Чуть-чуть подстроим здесь еще темнятину в линии касания. Причем она такая немножко прерывистая, но змейкой уходит вдаль. То есть есть вот этот шаг, вот эта ступенчатость. Там и так хорошо, не будем. Можно чуть-чуть подсунуть, вот там трава явно светится, можно подсунуть ее светящесть в отражении и опять же перерубить травками, вернее, самыми листиками кувшинок, былинками. Так. Еще можно вот здесь сотворить подпись какую-нибудь, вот такую. Значит, ты понял, да? Шкрябалкой, шкрябалочкой, чуть-чуть сотворишь вот здесь, вот это. Пальцем затрешь и сотворишь. Такой вот, розчерк. Ну, куда, посмотри. Хорошо, у нас тут все. Тихо, 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 смотри, смотри. Травиночки, потарчивают, чуть-чуть потарчивают, чуть-чуть потарчивают. И вот тут вот пыталась вот так, ну так, работаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Снизу травиночки тоже хотят торчать чуть-чуть. Чуть-чуть покажем. Да? Угу. Вот такой характер. Вот такой. Так. Вот здесь вот. А что это за несчастье у них? А, там тоже несчастье, да? Такое, да. Давай хотя бы одному сделаем ствол помощнее. А то прямо действительно так уже печально там, еле держится. Чуть-чуть добавим темнятины, да? Смотри. Так. Вот эти вот лаванда или как она там? Она любит быть среди маков. Смотри, макательно. Макательно. Вот такие, вот такие. Чуть-чуть, чуть-чуть. О, класска. Кусненько? Очень. Давай. Все. Тоже стайками, тоже стайками. Так. Темниночку чуть-чуть. Темнявочку вот такую. Ниже. Вот такую. Стволик тоже чуть-чуть усилим. Эту прямо тоже жалтенький. Там жалтенький, и вы туда же. Ну, хоть все немножко все-таки различается. Ну, и не трогал. Так. И зелень темнит чуть-чуть. Так что у нас тут травиночки недосказаны слегка. Вот этот характер травиночек. Вот этот вот характер. Доскажем чуть-чуть. Вот даже сделаем некое напряженное по укладке место. Можно слегка вот по такой траектории травку подсадить. Вот такая траектория травка. Просто шлепок по холсту. Ударчик по холсту. И вот у нас взвились вверх, взвились вверх, взвились вверх, травиночки. Они уже создали вертикальный ритм. Переградили только горизонтальный ритм. И уже понятно, что у нас есть и трава здесь. Прямо сюда, в компанию. Тоже одним глазочком, посмотри. Чуть-чуть травиночек в компании кухни. Вот они, вот они, вот они. Хорошо? Давай. Что-то там намешало такое страшнючее. Вот я и смотрю, что-то у меня такое страшно. Белый у тебя как-то не живет на палитре. Если там уже страх божий, ну уже ушла на другую площадку. И тоже. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Травочек. Чуть-чуть. Торчалочек. Особенно на переднем плане. На заднем плане не делать. Переднем что, мне? Да, да. У нас все напряженное на переднем плане. Так, сиреневый, как у нас получается? Голубой? Розовый, голубой в разбили. Чуть-чуть разобьем. Чуть-чуть. Там у нас еще какой-то куст травяной. Ну, в принципе, тоже прикольно было бы посадить его. Причем можно сразу и в отражение давать его, и... А потом отражение превратить в отражение. Раздавить. Не, оно невольно там останется. Какие-то даже, может быть, травиночки. То ли цветут, то ли плоды дали какие-то. То есть, видишь, на этом месте вообще у нас были какие-то травки. Ну, пожертвовал травками. Вот, вернее, этими листиками, да? Былинками. Давай, Рамочка, посмотрим, что у нас там произошло. Пошли посмотрим. Как это самое... Как это делали в Аландре? Да, пошли, прослите, Рамочки. А-а-а! Везет же людям, да? Блин. Кто-то ж пишет такие картины. Это ж надо так, а! Да. Так. Ну, что, трава уже не пропьешь? А, расслабьешь. Изумительно, изумительно. Просто классно вообще. Небо отражается, вода. Классно. Очень красиво, здорово. Нету зеленого? Нету. Вот это, как разабатывали, как вам можно сказать. Ты знаешь, а важно ли вот, что оно там принципиально? Не принципиально, правда? Там, кстати, тоже отчасти есть этот мотив перебора. Но мы еще перебрали. Ну, это же красиво. Красиво. Пусть жалят. Ну, вот так. Только не столько, да-да-да, не столько острием, а плашмя. 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 Чвяк. Чвяк. Плашмя. Хорошо? Не острием, а плашмя. Чвяк. Тоже плашмя. Плашмя. С правой стороны чуть-чуть темнее, а коричневый, коричневый чуть-чуть голубым. С правой стороны чуть-чуть голубым.